Музыка Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Мин В последующих видео я бы хотел бы вам рассказать, как стать успешным трейдером в Dota 2 и CSGO CSGO я хочу снять отдельно, так как там есть свои нюансы, не так как в Dota Те новички, которые пришли в Dota, видели много вещей и так далее, задаются вопросом, откуда люди их берут, и как добыть вещи, и как стать трейдером В общем, трейдер это такой человек, который активно, так сказать, обменивается, продает и так далее, находит вещи под заказ и многое другое Как стать трейдером? Для начала нужно иметь, так сказать, базу вещей, то есть это определенное количество вещей, при котором вы сможете торговать К примеру, возьмем мой инвентарь Возьмем, допустим Давайте возьмем вот эту страничку Вы можете наблюдать, тут есть различные вещи различного качества, как RAR, MYSTICAL, HEROIC, то есть уже не по-другому раньше звались GENION, MYSTICAL и так далее Все эти вещи стоят, так сказать, денег Как их достать? Ну, очень легко путем... Если вы будете долго и нудно играть, да, вам какие-то вещи начнут падать Допустим, может такой шлем упасть, RAR, или вот такой шлем, который есть самоцвет, который можно выменять на RAR, и так далее Либо вы тупо-напросто купите такую базу вещей Просто возьмете, купите у людей с рук, но это лучше нежелательно, так как в основном вещи брут Продают, мало где продают хорошие вещи, то есть, которые свои Ну, либо вот так прописали RAR, и ищите, какие вам вещи нужны и так далее Ну и третий способ, если вам эти вещи кто-то даст Ну, либо из друзей подкинет пару вещей и так далее После того, как у вас есть база вещей, можно обмениваться Раньше было это проблематично Нужно было постоянно искать людей, каких-то там группах сим После того, как появились различные сайты по обмену вещей, такие, допустим, как Dota 2 Lounge То все это упростился обмен То есть, вы можете наблюдать, авторизовались вы на данном сайте Вы можете смотреть, люди ежесекундно выставляют сделки Также вы можете сами добавлять сделки, если кто-то откликнется, договориться с ними и обменяться Вот Ничего тяжелого нету Последующая проблема, которая возникает у новичков, они не знают цен на вещи Каждая вещь имеет свою цену Если вы не будете изноценно, то вас легко обдурят более опытные люди, которые знают цены Допустим, если вы вот играли, да? Играли, играли и бах, нам выпадает, ну, допустим, аркан аналина Вот я просто образно говорю Вы новичок, не знаете, вот вам выпала вещь Вы ее не знаете, начинаете по каким-то сайтным обменникам искать ее И вас могут надурить спокойно Вот так, в принципе То есть, как узнать цену на вещи В интернете, в принципе, если зайти на Google Прописать так Прайс-лист Dota 2 Большое количество сайтов предоставят вам такие прайс-листы На которые вы можете посмотреть цену вещей В кеях, вот, да? Либо Либо в деньгах Ну, посчитая то, что, допустим, сколько стоит один кей Да, возьмем Торговую площадку В основном я ориентируюсь по торговой площадке Ну, ключ стоит 2 доллара Ну, если брать с рук ключи, то они намного дешевле То есть, подсчитав, сколько стоит вещь в деньгах Вы можете как-то там купить и так далее То есть, зная цены, вы уже можете ориентировать на какие вещи вы можете их обменять и так далее Также посмотреть сеты Стоимость сетов в кеях, да? Вот, вы собрали сет И можете вы посмотреть, сколько данный сет стоит Ну, еще раз могу сказать вам одно Что некоторые люди добавляют в какие-то ценные вещи Допустим, возьмем вот этот сет на Фантомшу Легендарный от Альянса Коса стоит очень дорого А предварительно в нее добавляют различные там самоцветы, руны и так далее Из-за этого она четок становится дороже Вот Ну, я бы сказал бы, это вот Ну, это не чистый такой прайс-лист, именно точный Лучше ориентироваться по торговой площадке Многое в торговой площадке Также я дальше буду рассказывать Как ее использовать как заработок Как достать вещи и так далее Вот В принципе, на сегодня, я думаю, это достаточно Вот В последующем видео я постараюсь что-то о другом рассказать И думаю, это вам будет полезно Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх Пока